друзья привет новый выпуск на канале и сегодня мы поговорим о том как продвигаться на google картах в любой стране мира и получать десятки или даже сотни клиентов в месяц обязательно поговорим о том как зарегистрировать свою локацию на google картах даже если у тебя нету компании в этой стране ну и куда же без накрутки отзывов ты ведь не хочешь ждать пока твои клиенты придут и оставят тебе отзывы я тоже не хочу ждать поэтому погнали смотреть просто мы бесплатно генерировали постоянной продажи с google карт все то что мы делали раньше бесплатно мы продали за 200 баксов тыс конечного что клиент это appliance пламбинг и moving то может просто разместиться на google картах он уже наш клиент как зарегать свою точку на карте в сша раньше все супер работал и уже через неделю мы нашли первого клиента какие ниши самые местные прям где рубятся где самая жесткая конкуренция я думаю что такая вся суета происходит только на рынке америке расскажешь можешь полечить выбираешь какую-то частотность и начинаешь набирать просто так часто бывают хириальные войны что люди на другу жалуются пытаются реальная история крутит ботов на разные профили там то есть толчок ты можешь чинить только из 5 от получился на пламбера пишите мне мы вместе с вами станем миллионерами вот такие вот лайфхаки от лево пользуйтесь а в гостях у меня лево специалист по локальному маркетингу на картах в сша у лево больше так лентов в америке это как наши бывшие соотечественники из страны снг так и настоящие американцы здорово давай начнем с чего расскажи как ты к этому пришел сколько ты уже этим занимаешься маркетингом на картах google maps слушай вообще все началось с россии мы с командой работали ну создали свое маркетинговое агентство помогали компаниям с разработкой сайтов с запуском рекламы и слушай все вначале шло хорошо пока клиенты не стали нам говорить слушайте сделайте на бесплатный аудит дайте нам скидку сжимали рекламный бюджет и реально пошло выгорание классика да 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 и мы пришли к тому что нужно что-то менять у нас есть ровно два варианта первый вариант это становиться таким же крупным агентством как у тебя и работать только с топами либо полностью все менять и в итоге мы пришли к тому что взяли паузу я запустил research и как это обычно бывает через неделю нахожу ролик по моему это на канале люди про у сергея павловича да 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 привет сереже кстати да и там выступал парень моего возраста он из беларуси либо из украины да да работал на америку у него помнить тоже свое агентство и мне понравились его результаты слушай я сразу зацепился потом все продумал и уже через неделю мы нашли первого клиента и смогли продать ему аудит на google за 200 баксов google ads до google ads то есть этот человек живет нью-йорке говорит на русском мы его сразу же находим закрываем все то что мы делали раньше бесплатно мы продали за 200 баксов понятно что для меня это шок мы собрались с командой поняли что нам надо туда только туда сфокусироваться и просто через некоторое время мы полностью пересобрали весь сайт переупаковались и на данный момент мы и цветочек запустили и с партнером продаем машины и вот маркетное агентство разбили на две части первое это работа с и комом то есть и коммерс бизнес мы продвигаем на шпифай сайты а второе это как раз сервис для локал бизнес и вот здесь мы сейчас максимально сфокусировались только на карта ну то есть мы увидели что на рынке есть факту два конкурента первые первый сегмент конкурентов это компании которые предлагают комплексное продвижение локаций но слушай основной минус в том что они берут сразу на длительный период у них очень высокие чеки и по факту они предлагают полная села то есть нормально все вы наверное гугл и цепи все фарш маркетинг все по классе когда либо индусы то есть я нахожу чела на опорке индуса предлагаю ему помочь мне с моим гуглом и бизнесом чтобы зарисерчить этот рынок и он первый мне вообще за скамил а второй предложил ну такой классик ты же понимаешь да да а второй предложил да это продвижение мы с ним все согласовали но честно я просто просто переживал чтобы меня локацию не заблокировали потому что то что он делал ну а у него сестра не умирала в 8 раз 5 раз дедлайны перенес сестра умерла день рождения было короче все все было очень плохо я понял что по факту рынок свободен то есть для локал бизнеса локальный бизнес мелкий бизнес на рынке сша но надо понимать что локальный бизнес на америку это по факту сотни тысяч долларов оборотка и ну это средний бизнес по рынку россии наверно не знаешь какую я видел статистику по сша интересную что по моему 51 процент ввп сша год девятнадцатом статистику смотрел это маленький и микробизнес то есть половина всей экономики сша это вот эти локал бизнес только локал бизнес потому что вот этот ручной труд сантехники кто чинит технику крыши и заборы маляры стоит в америке очень дорого да да то есть реально наши ребята экспаты приезжают в америку открывает свои бизнесы и только на этом начинают просто зарабатывать то есть они реально у них есть мечта и не понимают что в россии не знаю в любой стране снг любой старт это долго здесь они сразу запускают сами ремонтируют неважно кто они и получат первых клиентов первую оборотку ты гады смотрите говорить про google карты про локальный маркетинг для каких бизнесов он круче всего работает и собственно из какой ниши у тебя больше клиентов давай так я бы я бы сказал так то может просто разместиться на google картах он уже наш клиент но выделить стоит наверное несколько клиентов сегментов бизнеса это appliance ремонт техники пламбинг сантехника и moving moving это да moving это переезды причем средний житель америки переезжают там не знаю по 14 раз за свою жизнь и это популярно то есть если у нас мы в россии живем там не знаю своей квартире всю жизнь будто там ребята постоянно путешествуют по всем штатам и могут пользоваться спросом и за просто за каждого клиента там идет дикая борьба и если ты посмотришь там откроешь карту то на каждый метр квадратный нам 5 компаний локальных и все пытаются друг другом конкурировать у каждого одинаковые сайты и единственная отличительная особенность это просто вот ну по google my бизнесу как-то определить что именно эта компания тебе подходит а по факту они все одинаковые а сколько можно получать лидов с google карта да давай я тебе расскажу на примере своего цветочного бизнеса потому что наши клиенты которым мы обслуживаем они нам не рассказывают свою ну по своим результатам и видим да какие охваты у них сколько приходит к ним лидов но конечный факт качество этого лида мы не отслеживаем количество ты видишь но количество плюс-минус я вижу что десятки 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 звонков десятки переходов на эти сайты идут в неделю с например комнате плане cp у нас цветочного было три-четыре продажи в месяц при среднем чеке 300 долларов то есть это означает что просто мы бесплатно генерировали постоянной продажи на наш и ком бизнес с google карты и наверно ты еще не сильно его кушал раз в три-четыре конечно конечно к ниро зарегался все до считать зарегался сделал базовую какую-то оптимизацию потому что мы что недавно открыли и получали уже такие результаты то есть получается есть у тебя нормальная локация там не 200 человек вокруг живет то можно делать десятки лидов и продаж в неделю с гугл карты как с отдельного канала абсолютно верно то есть это если компании как у нас здесь в аргентине с тобой не открывает гугл карты то все это она теряет этот рынок теряет потенциал и просто слив денег на гугл с на любой любой другой рекламный трафик по любому да то есть обязательно москет ты заходишь на рынок америки ты должен открыть гугл карты даже если у тебя не знаю упаковка просто товаров под и ком есть такой клиент да он занимается просто робки делать он он пришел к нам мы его упаковали и все равно он получает оттуда именно лиды вот например расскажу про аргентину здесь к этому относится ужасно халатно некоторые компании просто не делают точку на гугл картах и ты ищешь ресторан печатную мастерскую бар плотника кого угодно и они есть эти компании есть но просто нету точки на гугл карте хотя здесь мы поговорим еще дальше про верификацию здесь простая верификация очень легко сделать точку и люди первое не делают точки второе когда магазин переезжает они просто не меняют локацию я один раз приехал тут в один район где был магазин в котором продавались билеты на концерт я приехал и я говорю водитель убера брони высаживание здесь меня здесь скорее все убьют это был очень плохой район я смотрю магазин просто окна блоками заложен уже лет пять не работает и владелец просто не поменял даже адрес ты можешь себе прикинуть это классика то есть тебе реально надо ориентироваться просто гуляя по улицам чтобы найти какой-то себе бизнес а нормальный американец он просто заходит на google maps находит тот бизнес пытается оценить его ну по своим параметрами звонит тебе просто за одну секунду то есть ты получаешь лид получаешь свой сервис давай знаешь про что поговорим если мы возьмем выдачу угла в америке допустим я набираю цветочный магазин рядом со мной и там будет выдача поисковая тут будут блоки google ads на их 5 там уже есть на дальше будет блок с картами и дальше уже будет все выдача обычно вот какой процент людей доходит до google карт да я понял смотри я думаю что во первых зависит все от ниши это первое во вторых ты немножко неправильно сказал первое идет это google гарантии вот про это надо поговорить мало кто из наших зрителей знает расскажи что это за да эта штука на самом деле если я не ошибаюсь она работает только по сша максимум еще в канаде это специальная реклама для локального бизнеса я точно не уверен что она есть все точно но она точно есть в любых других там appliance plumbing moving roofing технический сервис и google гарантии это уникальная штука которая продает по факту лиды звонки и ты размещаешь там рекламу ты видишь только количество отзывов в компании даже сайта нет название компании и все можно звонить и ты можешь либо если это не целевой звонок тебе google возвращает эти деньги а так тебе реально звонит клиент это быстро букаешь этого клиента есть реклама в google от считай по лидам до специальный блок такой мы выведем на экран как это выглядит обязательно чтобы это видели с получает стоит google гарантии самая верхняя потом google и потом карты вот как американцы ищут сколько доходит до карт любят они их не любят я бы так сказал что они на них реально только ориентируются потому что вот эта реклама история о том что есть реклама и тут и обычно ну все умеют это рекламировать а вроде бы как локация она расскажет полностью бизнесе она покажет интерьер и экстерьер она покажет просто описание услуг бизнеса и рейтинг этого бизнеса по которому ты уже можешь принять решение сайты все одинаковы реально локация да единственная отличительная особенность поэтому блин я я бы я бы сказать то есть угадать код процент но я уверен что под тем просмотром который мы видим что это огромное количество людей доходит именно до локации процентов 30-40 я думаю точно есть и скорее всего они думают как обычные обыватели что это же отзывы на гугле их нельзя подделать нельзя накрутить что мы по это поговорим что с этим можно сделать суши американцы это те люди которые всему доверяют и любые отзывы это по факту для них является тем триггером для принятия решений но мы ты прав поговорим об этом боже да и просто в россии когда ты читаешь какие-то отзывы ты уже смотришь так это по-любому для тетя клава писала это писал школьник из удмуртии который вот так вот писал за 30 рублей ты вот цепляешь что лексика вот этого человека этой фотки этого аватары это вот за она не совпадать не как так не делают видит озваем сюда количество последние отзывы и плюс-минус их траствовать хорошие тексты и достаточно давай поговорим про такую важную вещь как зарегать свою точку на карте в сша и есть разница в модерации в сша и в других странах по-любому ты в этом уже куда слушая разница просто огромная раньше год назад мы просто эти локации штамповали ты реально заходишь на конте форк находишь индуса и он тебе за 50 баксов быстренько открывает эту локацию обычно даже ты можешь обойти посткарт то есть когда тебе от гугла приходит имел с кодом который ты вводишь в личном кабинете чтобы авторизовать эту карту раньше все супер работал сейчас все поменялось и как мы это заметили скорее всего это только по сша в чем основная проблема ты во первых не факт что получит этот посткарт ты реально просишь его открытки до открытка где приходит код не факт что он тебе просто придет второй момент после того как тебе приходит посткарт тебе надо сделать видео верификацию вот видео верификация это отдельный этап где тебе надо снять для гугла видео по твоему офису плюс наружу показать этот офис понятно что есть методы как-то обойти расскажешь можешь полечить слушай давай так эти видео смотрят индусы и ты можешь просто снять свою квартиру даже если ты не хочешь америки ты хочешь удаленно и открыть и главное короче какой метод ну мы пользовались да это ты просто снимаешь в плохом качестве это видео загружаешь и даже если модератору что-то не понравится он тебя просит еще раз снять снимаешь еще раз то же самое видео и если даже что-то не прошло то идет третий этап и вот третий этап это предоставление документов и здесь на самом деле многое отваливаются многие конкуренты которые пытаются открыть себе бизнес они не могут это сделать потому что по факту они открывают уже десятую точку у них реально на этой точке нет бизнеса ну а поддержка требует официальные документы и чтобы это сделать есть компании которые занимаются адресовкой мы с этим понятно что мы просто передаем получается клиенту эту информацию он уже с ними связывается если хочет заказывать да 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 конечно да то есть пользуются этой адресовкой потом подгружает в саппорт и дальше он там пишет еще обязательно письмо о том что для него очень этот google важно что ему необходимо получать клиентов там типа и так далее и после этого уже идет опрух причем важно что если google локация прошла все три этапа верификации носит от получения посткарт видеоверификации и документы то такую локацию уже ну с ней невозможно ничего сделать у нее не удаляются никакие отзывы и и нельзя заблокировать она не отлетает и она круто генерит трафик поэтому в принципе мы всегда рекомендуем клиентам проходить эту верификацию любыми способами какими они хотят но это очень важный момент тем более сейчас когда ну реально такой плавающий рынке понял то есть получается что что вам нужно сделать чтобы открыть локацию первое ну выбрать ее зарегаться в google my business и указать адрес куда придет посткарт это открытка с кодом как и google adsense когда вы регистрируете для ютуба например да она придет к кому-то адресу вам желательно найти человека который может принять просто открытку и вам сфоткать переслать какую-то денежку такой лайфхак исправить да все вот второе надо сделать видео верификацию если вы какой-нибудь не знаю инженер там по вентиляции можно у себя в квартире разложить какие-то инструменты вот так вот это снять на плохую камеру прям на старый свой телефон который при плохом свете отправить модерацию ну и дальше желательно чтобы у вас были реальные документы на компанию либо что-то с этим придумывайте вериф в такой локации когда она прошла практически неубиваемая железобетонная можно раздолбить отзывами что угодно и конкуренты не смогут с ней ничего сделать она прошла верить да да но она то есть такая верификация она тебе дает просто считать траст и перед поддержкой когда если какие-то жалобы на тебя пойдут ты просто говоришь что у тебя полностью она верифицирована и уже более лояльное к тебе будет отношение по крайней мере со стороны саппоркин так что я считаю что это москет и если мы допустим инвестируем свою точку мы точно должны знать что она с нами будет навсегда поэтому лучше пройти эти верификации тем более если все эти документы все три степы мы проходим и точка отлично работает все получается таких точек может делать очень много да все верно то есть этого будет достаточно для того чтобы уже начинать работать и продвигать свой бизнес и начинать работать именно с самой локации смотри вопрос такой важно ли название точки ты видел мем где было написано ресторан называется тай-фуд не армии таяцкая еда рядом со мной то есть рабочая тема либо нет и важно ли название точки слушаю раньше мы всем клиентам советовали обязательно прописывать не армии прописывает локацию где ирию где они обслуживаются но сейчас лучше этого не используют есть лучше использовать название которое у вас есть фактически на сайте либо ну который вы всем клиентам разговор ну публикуйте важный момент можно использовать эрию но просто потом в дальнейшем когда ты уже раскрутишь эту локацию просто убрать ее и оставить только название для любого локал бизнеса я бы советовал на старте во первых да ты придумал название ты его установил добавил не армии добавил эрии добавил ключевые слова и и оставил то есть можно написать good plumber не армии colorado спрингс какой-то на старте это нормально можно да потом ты начинаешь ее бустить эту локацию продвигать и после этого ты меняешь название оставляешь только его потому что это являет пламбер например first plumber номер один пламбер неважно то есть потом ты просто все убираешь подводишь чистишь эту локацию чтобы она нормально дальше отрабатывал и работал а дает какой-то буст вот это не армии я думаю что да на старте да потом просто это вообще давай так выдачи никак не отработает потому что ты устанавливаешь свое название по брендированным запросам ты точно будешь номер один а после этого вся индексация пойдет именно по ключам либо в отзывах либо в описании либо в апдейтах то есть раздел апдейты и этого будет достаточно брендированная выдача то что когда по твоему бренду да да потом бренду ты должен всегда быть номер один выкупать во первых платную рекламу на первых позициях и на город google карты тоже номер один потому что мы на самом деле доводили до того локацию что мы у конкурента по его брендированному запросу были первыми показывались хотя вообще парадоксальная история просто конкурент наш он никак не подвигал не бомбил не писал я думаю это здесь тех клиентов которые просто создали и забыли то есть на самотеке на что хотел спросить допустим я сделал какой-нибудь number one пламбер не армии колорадо спрингс и я потом захочу поменять название этой точки отрежу вот этот вот не армии и колорадо спрингс у меня . не может уйти на перри верификацию нет если ты не меняешь категорию если ты не меняешь адрес то в принципе любые вот эти апдейты даже номер телефона вообще без проблем на меня как и передачи любых прав по гугл на бизнесу также и просто любое ну ты же мог сменить название мог ты мог сменить адрес адрес тогда надо подтверждать код но если ты сменил телефон то нет никаких проблем то есть это просто в админке меняется гугл мой бизнес и она не падает ни на какую модерацию все супер да будет то есть никаких проблем не будет ты также продолжаешь работать и ну в органике ничего не потеряешь что прикольно поэтому можете экспериментировать с названиями ctr и прочим и это не повлияет на вашу квалификацию а можешь сказать какие фишки как ctr в блоке карт увеличить то есть какие слова использовать best five star как какую практику вы применяете в заголовке до название компании правильно да 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 но блин вот слушай давай так ты используешь какие-то ключи не я бы даже призывы типа best номер один возможно это был бы какой-то триггер для американцев но лучше вот прям название компании потом добавляем эрей и добавляем просто ключи пока твоему бизнесу который ты в услугах пример вот можешь сказать appliance торнадо кстати реальный клиент торнадо appliance repair калифорния или там area лос-анджелес и это достаточно и ты можешь написать допустим там холодильник ремонт холодильников ремонт сушилок ремонт всего но даже на старте там блин скорее всего суспенд улетит и ты просто потеряешь то есть надо в бренде просто чем-то занимаешься там какое-то название твоего бренда чем занимается appliance repair починка техники и лос-анджелес чтобы человек срисовывал что есть вот какой-то бренд который занимается починкой холодильников и в моей локации все я кликаю до максимально ясно быть просто да ты прав ну кей про регистрацию название точек мы поговорили да говорим про ранжирует как все-таки выходить в топ-1 и поиметь карты в любой стране мира то что вам обещали в обложке в названии какие самые важные факторы ранжирования в блоке карт да смотри но начинаем заголовка первая то заголовок второе эта категория есть праймер категория есть добавочные категории ажи про этот подробный да смотри есть основная категория то есть если ты например у тебя чью точный бизнес но ты выбираешь категорию floorе-ст если ты например добавочной категории это maps observers of you delivery flours и так далее то есть какие-то второстепенные ключи которые также влияют на твой бизнес но просто так как добавочная полоре потом 3 идет конечно же отзывы отзывы Причем их качество и их количество. То есть звезды, сколько хорошо тебе говорят, плохо говорят. Да, да, да. То есть лучше иметь всегда 4,8 выше рейтинг. Понимать, что у тебя их достаточно количество. В этих отзывах обязательно есть ключи. Кстати, хотел тебе рассказать пример. К нам обратился клиент, и у него свой салон красоты. И задача была продвинуть как-то русский маникюр, педикюр. Это есть такое прям название, русский маникюр? Да, ты же знаешь, сервис в Америке. Это просто худшее, что ты мог представить. И когда реально клиенты ищут какой-то сервис, им критически важно, чтобы это был русский специалист. Да, да, здесь такое же в Аргентине. У тебя, наверное, жена ходит, и у меня ходят. Кому? Только к русским спецам здесь. Потому что иначе ты будешь ходить как динозавр с обпиленными, обгрызанными ногтями. Да, легче вообще самому все делать. И они ищут русских специалистов, но ты в названии не можешь этого указать. Потому что бьюти-салон называется по-другому. Ты указываешь хороший заголовок, пишешь бьюти-салон, делаешь дополнительные категории. И вот здесь мы клиенту вывели просто через посредника, заказали отзывы. И у него только Russian Pedicure. И максимально в каждом отзыве мне это все прописали. В итоге он стал в поиске. Если ты по Нью-Йорку, в Бруклин зайдешь, то введешь Russian Pedicure, там не будет названия его. Но мы появимся в том. Прикольно. То есть ключи в телеотзыва, в самом тексте, тоже сильно роляют. Получается, что вы брали и оставляли отзывы. Либо реальных клиентов просили, либо подрядчика просили. И, допустим, там девочка пишет. Была на приеме, там, русский мастер делает педикюр. Да. Либо русский педикюр, как всегда, качественно. Мне понравилось, спасибо, там, приду еще. То есть ключи напихиваешь в отзыве, оно начинает по ранжированию. Да, да, да. И прикрепляешь фотографии, делаешь геометки к ним. И в итоге они очень круто индексируются. То есть получается, у тебя связь из геолокации и плюс ключи вот этот Russian Pedicure. И в итоге Google это все, я так понимаю, индексирует и вводит в топ эту локацию. Понятно, что есть дополнительные. Ты в услугах можешь написать, что у тебя есть Russian Pedicure. Ты можешь в апдейтах, в новостях это указывать. Это будет круто. Еще круче, да? Да, конечно, то есть ты просто будешь максимально прогревать эту локацию, показывать Google, в чем ты эксперт. Но отзывы – это тот траст, который просто будет ее бустить и поднимать в топ эту локацию. Прикольно. А что ты сказал про геометки на фотографиях? Что это такое? Геометки – это также у нас есть отдельный подрядчик, который занимается только фотографией. Мы наняли индуса. Мы ему скидываем фотографии от клиента, и он привязывает через специальные, видимо, сервисы геолокацию этой фотографии. И после этого присылают нашему модератору, который отправляет в работу все эти отзывы. И у нас есть прописанные SEO-шные тексты, есть фотографии. И все это мы загружаем с качественных экономик. Понятно. Комплексная работа. Короче, метаданные фотографии. Если вы хотите, чтобы не ваш реальный клиент на точке оставил отзыв, а вы хотите попросить кого-то оставить отзыв, и вы сделаете фотки, допустим, маникюра или педикюра где-нибудь в Беларуси или в Аргентине это загрузите, то Google это схавает, и будут, скорее всего, проблемы. Поэтому открываем в Google и пишем редактор метаданных фотографий, заходим и геолокацию меняем прямо на то место, которое вы продвигаете. Правильно? Абсолютно верно. Поэтому не надо из Аргентины продвигать в Бруклине различные автосервисы, педикюры и прочее. Иначе оттап будет. Да, согласен. Про черные методы мы еще поговорим, не переключайтесь. Окей, давай продолжим про ранжирование на точках. Какие топ-3 вещи ты рекомендуешь сделать ребятам, которые только что зарегули свою точку, верифнули, чтобы быстрее залететь в топ-карту? Да, ну как мы говорили до этого, ты делаешь правильный заголовок, потом ты выбираешь правильную категорию, праймер-категорию и дополнительную категорию, и сразу же думаешь о том, как ты будешь пилить отзывы. Мы просто не говорим о том, что нужно полностью заполнить всю эту локацию, то есть описание, фотографии, все это можно генерировать. Да, это база, которая просто must-have, и она не обсуждается. Все остальное мы просто берем и продумываем, смотрим и наперед заказываем планирование по отзывам. То есть мы понимаем с тобой, что у нас качественно сделана локация по заголовку, у нас она конкурентна по категории, и далее мы отличаемся только по отзывам, потому что все остальное – это база, которая у тебя просто шаблон. Как правильно выбрать праймер-категорию и секондр-категорию вторичную? Да, то есть я бы смотрел вообще на конкурентов. То есть ты выбираешь своих идеальных конкурентов, прямых конкурентов, не косвенных, прямых. Выбираешь, смотришь, как у них. Есть специальные сервисы, я тебе могу подсказать. Давай тогда ты мне скинешь, и мы выведем на экране. Да, я тебе напишу эти сервисы, спрошу своих ребят, посмотреть, во-первых, какие категории, посмотреть сразу же ориентир по твоему гео, сколько у конкурентов отзывов, сколько у других, и ты начинаешь просто понимать, что выбираешь какую-то частотность и начинаешь набирать просто вот эти обороты. Понял. Скажи, а вот это заполнение, обвязка самой точки, там, фотки добавить, какие-то же есть новости публиковать. Это важно или такое? Можно все отзывами задавить. Вот, слушай, была история, что клиент просто не хотел делать себе сайт. Просто у него даже сайта не было. И мы все равно его точку в топ выбили, просто за счет реального отзыва, правильного заголовка, и ты просто начинаешь ее бустить. Но очень важно, чтобы это было аккуратно, с какими-то дедлайнами, чтобы это не было, что за один день, как это любят делать индусы, знаешь, за 100... По баксу, да? Да-да-да. Ты заказал 100 отзывов, а он тебе за один день их ебанул, и ты потерял всю свою локацию, она улетела в суспенд. Ты в итоге без шансов на восстановление. Все отзывы от турков, камбоджийцев, индусов и там... Слушай, они пишут, они закупают эти отзывы, они делают их софторегов, с одного айпишника, ну, короче, там кардинальные, реально проблемы, и самая главная, основная боль, это то, что они используют в текстах, ну, какие-то рандомные слова, с переводчиками, ну, которые максимально не выделят трастово. То есть клиент приходит и смотрит, что это... Все в суспенку летает. Да, с мексиканскими именами, понимаешь, да? Все понял, да. Тогда давай, какие вещи не стоит делать при запуске своей точки, чтобы ее не ушатать. Первое, не заказывать у индусов отзывы по доллару, и в один день все. Да, это номер один. Второе, это если ты открываешь, открыл первую локацию, планируешь открыть вторую локацию, то ты обязательно должен вторую локацию сделать с другого аккаунта, который привязан там другой телефон, другой Gmail, чтобы если одна локация каким-то образом улетела в суспенд, то вторая локация, она бы отдельно от тебя существовала, и ты дальше ее бустил. Потому что были случаи, когда у клиента, мы максимально в него проинвестировали, одна локация отлетела, и все остальные локации стали терять в охватах и стали тоже улетать без шанса восстановления. То есть это связано, если у тебя, допустим, в Лос-Анджелесе 5 точек, и одну у индусов заказал отзывы, и она отлетела, то это повлияет на другие, может вообще их потянуть до смерти вниз. Вообще да, и ты считаешь, твой бизнес, который до этого стабильно генерировал лиды, он просто превращается в пустышку, потому что одна локация потянула все другие. Какие еще косяки делают новички на картах? Слушай, они просто забывают о том, что нужно сделать эту базу, которую мы обсудили, они забывают о том, что нужно постоянно генерировать апдейты, то есть новости с ключами, которые, возможно, не интересны твоим клиентам, но Google видит твою активность и постоянно бустит ее. Поэтому, если ты чего-то не делаешь, то по факту ты теряешь бизнес и теряешь свой потенциал для того, чтобы получать больше клиентов. Знаешь, какую штуку еще видел? На какой-то Google-точке когда-то мы делали, что владелец точки может какого-то типа фотографий выкладывать, а какого-то нет? Например, по-моему, он не может внутри фоткать, либо клиентов не может фоткать. Как это работает? Вообще, да, ты прав. Есть ряд категорий фотографий, которые должен выложить owner, то есть владелец этой локации, а какие-то надо просить лучше, чтобы выложил клиент. Но это очень легко реализовать. Ты просишь, не знаю, там своих друзей, сотрудников, чтобы они отфотографировали там экстерьер, интерьер, и выложили. Такие фотографии своего товара и внутрянки. То есть лучше просить делать контент так же и клиентов. А что нельзя самому грузить? Прямо строго нельзя. Есть такие какие-то бред? Я думаю, что, блин, давай так, ты можешь все грузить, все, что связано с твоим бизнесом, лица тоже ок. Просто, я не знаю, то есть, главное не запрещенку. Главное, я днаженку, ничего такое, что попало фильтровать. Да, я думаю, что нет никаких таких строгих критериев, по которым бы, если ты что-то уложишь, от локации может отлететь. Понял. То есть, топ-3 ошибки новичков. Первое, вы заказываете кучу отзывов фейковых где-нибудь в Индии, у вас сыпется 100 отзывов в день, и вы просто точку летают в суспенд, то есть ее банят. Второе, если вы делаете несколько локаций, то не делать это на один агаунт гугла. Всегда берите новый телефон, новую почту и делать это отдельно, чтобы не подвергать весь бизнес риски. И третий косяк, когда вы зарегали точку, загрузили одну фотку и забили просто на это. Не загружайте новости, не обновляйте контент на локации. Это топ-3 сика, которые люди обычно делают. Давай пойдем дальше. Какую площадь на карте может покрыть одна точка, когда нужно делать несколько точек? Расскажи. Да, то есть, когда мы продвигаем клиентов, мы загружаем их в локацию, например, в Семраж. Их сотни этих сервисов, которые показывают твою позицию по основному ключу в зависимости от количества миль отдаленности от локации. И если это, например, area не конкурентная, то в принципе 10 миль, ты спокойно можешь быть просто топ-1 держаться. Но если там конкуренты на каждом метре у тебя, это appliance repair, который настолько востребован, то очевидно, что чем больше локации ты откроешь, то есть там 5 миль, от 5 до 10 миль я бы так зафиксировал, на что стоит рассчитывать. А дальше надо брать количеством, чтобы закрыть вообще все пространство. Зависит от конкуренции получается. Конечно, конечно. То есть ты поставил точку на карте, радиус 10 миль, вот такое, да, то есть не сильно конкуренции сможешь везде там показываться, как люди ищут. Но если конкуренция жесткая, там, не знаю, какие-нибудь лойеры в Нью-Йорке, либо там какие-нибудь финансовые сервисы в Нью-Йорке, у тебя может быть точкой, там, 3-4 мили, ты будешь в топе, если ты прокачаешь, надо делать следующую точку, вот этими кольцами покрывать всю карту. Да, то есть максимально, надо проводить эту экспансию, но главное просто это делать аккуратно, систематически и смотреть просто, куда идет динамика. То есть в одно время ты можешь, блин, на 10 миль быть первым, но просто появится конкурент, он тебя снесет и тебе надо просто будет либо новую локацию открывать, либо что-то делать, чтобы опять расширить свое влияние. Понял. Мы, кстати, с тобой когда разговаривали, там, что-то съемок, ты мне говорил примерно про 10 миль, я хотел посмотреть там мои точки, как они покрывают. Я не нашел на гугл-картах блин, этого функционала там. В хелпе есть, а так нет. В общем, нашел бесплатный сервис, который ты ставишь точку на карте в любой стране мира и он тебе обрисовывает вот этот круг 10 миль, выведем на экран, оставлю тоже ссылку в описании, полезная бесплатная штука. По поводу сервисов, у нас есть свой сервис Rush Analytics, где можно отслеживать позиции сайтов в любой стране. Да, кстати, переходите, ссылочка будет в описании, отслеживайте позиции в самом точном трекере. Но у нас нет трекера Google Maps. Ты сказал, что можно отслеживать всем Rush, но он довольно-таки дорогой. Какие еще сервисы посоветую, чтобы отслеживать, как ты вот в этом круге, на каких позициях? Да, есть довольно-таки популярный сервис, называется Bright Local. Ты просто создаешь несколько аккаунтов, постоянно сидишь на трилл-периоде, бесплатно смотришь. И я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы вести там несколько клиентов либо, по крайней мере, свой бизнес продвигать. Я еще видел Local Falcon. Да, это альтернативный сервис, поэтому любой вариант. Главное просто, что это недорого, и результаты не показывают инако. Прикольно. Короче, вот здесь появится список сервисов. Переходите, берите триалы и трекайте, как ваша точка ранжируется. Ну и давай плавно приходить к отзывам. Какой вообще вклад, отзывы вносят в ранжирование в блоки карт? Да, я думаю, что отзывы это единственное топливо, которое реально поднимает твою локацию в топ. И если ты рассчитываешь только на своих клиентов, то ты обязан просто, я не знаю, создавать систему email-маркетинга, чтобы просить эти отзывы. Кушать тебе, да. Максимальное уведомление. СМС-маркетинг, который очень популярен в Америке. Но в любом случае, если ты не просишь клиентов, то ты тоже теряешь потенциальную аудиторию. Если ты категорически против, чтобы это были файковые отзывы, ну, заказанные у спецов. Кстати, а в Америке разрешено там, не знаю, Table 10 составить вот эти рекламки, что, допустим, оставь нам отзыв, получи там, не знаю, один палец маникюров в подарок. Google не против этого? Нормально? Вот пока какой-то клиент не пожаловаться на это, это нормально. Но если кто-то скинет пруф, в том, что так просились отзывы, то такая локация может отлететь с успен. Мы тоже сталкивались с этим. Да. И, да, но потом мы просто через поддержку там писали им эти, знаешь, сообщения, что, блин, простите, это было единственный раз. Менеджер там сделал диод. Да, 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 по ошибке мы его давно уволили, но нам очень важна эта локация и нам вернули ее. Но я понимаю, что с этим лучше не играть. С рисковой история, да? Да, да, да. То есть просто не просим, просто просим оставить реальный фидбэк и уже потом можно, да, клиенту какую-то плюшку дать за то, что он просто помог нам. Да, то есть можно догонять их после приема в WhatsApp, в WhatsApp маркетинг, да, смски, e-mail там. Да, слушай, это те инструменты, которые увеличивают этот ретеншн клиентов и как раз оставив один раз отзыв, они вот в следующий раз они будут чаще тебя видеть и помнить о тебе. Поэтому... Прикольно. Да, надо пользоваться всем инструментом, да. Сколько нужно отзывов, чтобы вывести точку в топ? Наверное, странный вопрос, когда меня спрашивают, сколько нужно времени, чтобы продвинуть сайт в Гле, в Новой Зеландии либо в Америке. Я обычно спрашиваю, а какой сайт? Да, да, да. Что у тебя, биткоин-казино, либо у тебя цветочный магазин где-нибудь там в пригороде? Да, да, да. Поэтому, слушай, надо смотреть просто на конкурентов и я бы это поставил, знаешь, на поток. То есть у тебя постоянно, каждый день идут отзывы и ты бы не ориентировался на какое-то количество, ты бы смотрел просто на динамику. То есть у тебя есть трекер, ты видишь, как твои отзывы начинают приносить тебе новые охваты, новых клиентов и ты понимаешь, что чем больше, тем больше ты растешь. Поэтому, если ты, я думаю, в SEO, если ты не будешь выкладывать статьи либо еще что-то, то ты также будешь терять позиции. Трафик будет сгибаться. Просто пользователи сами тебе пишут либо им помогают другие специалисты. То есть это постоянная история, которая, ну, в зависимости от конкуренции. Ну, ты знаешь, в SEO есть история с тингбилдингом, когда у тебя есть прирост случной массы, ты ставишь ссылки с других сайтов. То есть нельзя делать случный взрыв вот так вот, потому что тебе обрубят просто случное ранжирование. Ну и когда у тебя ссылки перестают прибавляться, ты такое чуть-чуть скатываешь. То есть ты должен регулярно понемножечку добавлять, да? Да, да. А что будет, если, например, ты вот так вот делаешь один отзыв в день, один отзыв в день, ну, как ты делаешь, да? Да. Вот. Получается 30 отзывов в месяц. За 90 дней это будет 90 отзывов. А у конкурентов, например, в этой эре максимум 40 отзывов. И ты станешь первым по отзывам и станешь самым видимым. Вот. Бывают ли какие-то проблемы в таком случае, что кто-то палит, слушай, а что за новый вообще игрок? Мы его не знали 5 лет, только залетел за 3 месяца там 100 отзывов. Ну, плюс реально же будет еще оставлять, там 100 отзывов набралось. Это не палево так делают? Вообще, это... К нам бывает пообщаться клиенты, которые говорят, слушай, смотри, появилась компания, у них реально точно фейковые отзывы, их надо убрать. Приходим мы, начинаем изучать эту локацию, посмотрим, к чему мы можем привязаться, чтобы подать жалобу в углу. И как минимум мы говорим, да, фейковые отзывы, мы говорим, что у них там неправильный заголовок, и все, отправляем жалобы, после этого эту локацию могут просто убрать и без шанса опять восстановления. То есть, очень важно это все делать аккуратно, и если, как минимум, твой конкурент заметит это, он может пожаловаться, и твоя локация может отлететь. Как себя защитить? Что делать? Чтобы не было космонезаичных отзывов, типа там, с кривым языком, да, чтобы не было там куча иностранцев. Ну, то есть, совершенно базовые правила, либо что ты можешь еще подсказать? Слушай, да, то есть, мы точно должны писать американские имена, я не знаю, там с аватарками, трастовые, там local guide, если будет у отзыва написано. Ну, тоже дорого будет такие отзывы. Да, абсолютно верно, но такие отзывы приносят результаты. Вот, и если ты прошел ту верификацию, которую мы говорили с тобой вначале, то меньше шансов, что тебя просто снесут, поэтому твоя задача сделать хорошую базу, фундамент, а дальше уже просто бустить эту локацию отзывами и подходить к этому качественному. То есть, не надо сразу же делать много. Не нажаляйте. Да, конечно. Тем более, я думаю, что Google легко заблокирует тебя, если ты просто начнешь резко-резко бустить, а это локация без отлежки, то есть, на ней маленькая история. Знаешь, такой, наверное, интересный нашим зрителям вопрос. Например, вот мы заходим в какую-то Aero, какой-нибудь Wyoming, и там не супер популярная ниша какая-нибудь, у конкурентов, в общем, 40 отзывов. Но мы с тобой обсудили, что нам все равно нужен какой-то прирост постоянный, и мы все равно за 5-6 месяцев их обгоним, если мы хоть что-то делаем. Хотя бы 15 отзывов в месяц, это небольшой, наверное, прирост, но ты за полгода, у тебя 90 отзывов стало. Либо в один момент, когда ты вышел в топ-1 везде, можно подзабить, и ждать, когда ты падаешь, опять подливать отзывы. Как с этим работать? Слушай, я думаю, что, во-первых, 90% конкурентов, они просто будут молчать и ничего не делать. То есть они будут видеть, что какая-то компания начинает просто прогреваться, густиться и занимать топовые позиции, а те будут терять деньги. Но они просто... И ничего сделать не смогут. Конечно, они просто будут смотреть. Не все знают, что, во-первых, можно реально, официально заблокировать другую локацию, если она нарушает политику. Причем Google это приветствует. Это первое. А во-вторых, слушай, заблокируют одну локацию, ты откроешь на место нее две других. И это такой вечный, знаешь, пузырь, который будет надуваться, и ты больше и больше будешь продвигаться. Просто не увидишь, что они забанили твою локацию одну. Скорее всего, прозвонят, увидят, что там твои операторы сидят, например, либо там, ну, ты сам, там, твой бизнес, да? Они тебе две забанили, ты такой, окей, парни, я сделаю шесть. Да. Вот. И они поймут, что просто они себя задушат, если будут тебя трогать. Конечно. Ну, это первое. Во-вторых, к любой локации можно привязаться. И если ты видишь, что твой конкурент тебя постоянно блокирует, заблокируй ты его. И это такая, ну, это реально в Америке, когда такая высокая конкуренция, это естественная история, когда ты пытаешься, ну, бороться с конкурентом и отвоевать свою долю рынка. Часто бывают такие реальные войны, что люди на друг друга жалуются, пытаются. Да, да, да. Это реальная история? Да, крутят ботов на разные профили, там, инстаграм, фейсбук, фейковые отзывы, однозвездочные делают. Это реально так. И по факту, ну, мне кажется, это именно особенности локал бизнеса. То есть в нашем втором направлении, где иком, там вообще нет ничего такого. А здесь, тут постоянная борьба идет за каждого клиента. Чем жестче ниша, мы поговорим дальше про нишу, чем жестче ниша, тем более хитрожопые пацаны там сидят, которые хотят зарабатывать хорошие деньги, хорошо. Да, да, без вариантов. Ну, и, конечно, давайте перейдем к интересной части, это черные методы продвижения на картах, да, естественно, мы с тобой уже дали контекст, что можно делать отзывы, но по факту, если назвать вещи своими именами, это фейковые отзывы, которые пишутся. Как сейчас делаются фейковые отзывы, какие типы отзывов есть вообще? И что из этого можно рассматривать для своих локаций, да, а что вообще лучше не трогать, что приведет к беде в виде соспенда? Если ты обращаешься к индусу, ты сразу должен понимать, что, скорее всего, у этого чела автореги и с ними лучше не связано. Автореги это просто, когда он ботом регистрирует, смски принимает. В этот же день он создал аккаунт, в этот же день он отправил его отзыв. То есть, такие отзывы быстро будут блокироваться и второй момент, если один аккаунт начинает постить отзывы с разных эрей в один и тот же день, ну, то есть индус, что ему выгодно заработать и он с одного аккаунта начинает по всем эреям писать отзывы в этот же день. Понятно, что такие... Как будто телепортировался, то есть он не может из Калифорнии полететь, в Вашингтон, типа... А потом Флорида и потом, я не знаю, Нью-Йорк. Понятно, что такие отзывы быстро отлетают. Прикольная штука, прикольный паттерн, на котором я не подумал, что такие... Да, ребята, с которыми мы сотрудничаем и передаем клиентов, это... Они делают как? Они, насколько я знаю, да, они выращивают эти аккаунты, то есть, либо они берут трастовые с возрастом, 2015 года. как-то они... Да, да, где-то в паре. Прогревают, там, месяцами сидят на ним над каждым аккаунтом, пытаются добиться вот этого бейджика Local Guide, и после этого они начинают работать. То есть, приходит заказ, они... Каждый заказ выделяют свою группу авторов, пишут свои тексты, и... То есть, это такой, знаешь, автоматизированный процесс, где ты не просто с ноги, да, заходишь и просто лишь бы сделать заказ, ты его, увеличиваешь на дистанции, подходишь к каждому вопросу качественно и исполняешь. То есть, это фабрика, целое производство. Идея, в каком штате нужны аккаунты, разработка аватаров, персонажей, это там, Карен, которая там, дикая баба, да, это Джон, Ламберджек, такой, типа, лесоруб откуда-то, да, прорабатывают аватаров, начинают, что, допустим, этот мужик может ходить по пабам, например, и там, в тачке чинить, эта женщина ходит там маникюрные, то есть, это прогревается, прорабатывается, они набирают базу, работают через антидетект браузеры, наверное, и вот так это их база авторов растет, и потом ты у них заказываешь, приходишь, и они тебе с нормальных акков ставят. То есть, это нормальная история, да, фейк-аккаунты, да, бота-ферма, но, да, прогретая и безопасная, да? Да, то есть, смотри, мы со своей стороны, мы предоставляем клиентам комплекс, то есть, люди к нам приходят, мы понимаем, мы сразу говорим, что есть вариант какой, либо мы им помогаем прирастить настоящих отзывов, либо мы обращаемся к специалистам, которые подольют, да, подольют, подольют, то есть, понятно, что мы отвечаем и за другие процессы, но просто мы все знаем, что отзывы, это основной инструмент, который реально показывает свой результат, и быстрый результат, за свои деньги. То есть, есть копеечные индусские, есть нормальные бота-фермы, а что еще какие-то есть типа отзывов, ну, реальных людей, твоих клиентов. Да, больше нет, есть совсем, если уходить в черную, есть ворованные аккаунты. Слышал про это, да. Да, но я думаю, что просто я знаю этих подрядчиков, причем они находятся в Америке, они подовсюду воруют эти аккаунты, постят с них отзывы, но мы с этим не работаем, мы с этим не сталкиваемся, поэтому... Они рабочие вообще эти отзывы с ворованных аккаунтов? то есть этот человек реально пользуется, он даже не знает, что он поставил отзыв, как только он публикует отзыв, автоматически удаляется уведомление у него, что он опубликовал где-то его, то есть по факту нету следа, что человек оставил отзыв, но такие отзывы реально приносят огромный траст. Ну, а какой риск для какой-нибудь точки, например, чувак увидит, что его аккаунтом кто-то пользуется, ну, в черную вот так, да, и он увидит, что он оставлял в закусочной вайоминге, во Флориде, в компании, которые кобеля тянет, там, пламберов, в Сакраменто, например, и он увидит, он пожалуется в Гугл, что может быть точком, на которых он оставил? Слушай, я думаю, во-первых, он не будет даже жаловаться, вот эта лень, знаешь, куда-то, куда-то пойти, кто будет вообще это разбираться? Адвоката наймет, то есть у него что-то еще рядом украли с компьютера? Да, удалят эти отзывы, либо сам он удалит, это максимум, что может произойти, просто... Что-то чернуха, но она для... Если ты у подрядчика заказал, тебе поставили со взломанных аккаунтов, то вряд ли у тебя снесут точку, да? Да, то есть если у тебя какой-нибудь скамный бизнес, там, не знаю, продаешь сигареты, да, где-нибудь, то welcome, ты накручиваешь такие отзывы, они быстро тебя бустят, они реально трастовые, но потом просто у тебя эту локацию могут снести, но ты создаешь новую и такими методами продвигаешься. Тут вопрос твоих рисков и твоего потенциала работы. Да, то я вам не рекомендую покупать ничего взломанное, а работать в рамках закона. Лучше сделать из своих Джонов Смитов и Карен Смит и долбить отзывы в чистую. Не надо покупать отзывы со взломанных аккаунтов. Ни к чему хорошему это не приводит. Ну, согласен. Ну, естественно, зрители хотят где-то заказать эти отзывы, наши замечательные зрители хотят продвигать свои точки. Дашь контакты какого-нибудь подрядчика, который не будет делать совсем чернуху, не будет ставить со взломанных аккаунтов и не будут индусы по доллару. Да, слушай, я могу оставить своих подрядчиков, человек может связаться, с кем, ну, точно можно поработать и если ему понравится, то, в принципе, ничего нет. Там сайт, телега, что-нибудь скажешь, да? Да, я оставлю тебе и ты, я думаю, уже выложишь. Тогда будет в описании без всяких рефок, промокодов и прочего, без всякой джинсы. Поэтому наша задача дать вам пользу. Переходите, заказывайте отзывы и продвигайте свои точки, зарабатывайте бабки. А мы пойдем дальше разговаривать про черные методы продвижения. Что может быть с точкой, если Google поймет, что отзывы фейкви понятны, могут в суспен кинуть, то есть ее удалят. А есть ли какие-нибудь теневые баны либо понижение в ранжировании? Какие-то такие штуки замечал? Да, конечно. То есть у нас бывали, когда мы искали еще подрядчиков на этапе поиска, мы постоянно встречались, когда наш подрядчик, например, выполнил свой заказ, но наша локация, наоборот, улетала вниз и мы реально отставали от тех, у кого вообще не было отзывов. Конечно, с такой ситуацией легче обратиться в саппорт угла, не сказать просто, что кто-то конкурент тебе накрутил эти отзывы, он аккуратно их сносит, и твоя точка опять возвращается на свои прежние позиции, и ты потом после этого опять заново начинаешь у другого подрядчика купать отзывы. не увидишь нормальный результат. Если же ты видишь, что твои отзывы удалились, есть просто метод, как можно восстановить эти отзывы. Короче, отзывы удалились хорошие, например? Даже от твоих реальных клиентов. То есть такое бывает. Почему? Да, Google, у него свои какие-то алгоритмы, по которым он пытается бороться со своими отзывами, но от этого страдают реальные отзывы, которые мы запрашиваем у реальных клиентов. Что делать? Да, чтобы восстановить, ты должен потратить, ну, запустить рекламу Google Ads на Google My Business и потратить хотя бы спенд сделать один доллар, и после этого, насколько мы, как мы это увидели, после того, как ты жалуешься на то, что твои отзывы удалились, и обязательно пишешь в Support, что это твои клиенты, ты тратишь деньги, ты привлекаешь клиентов, видимо, Google после того, как ты, ну, здесь какой-то спенд, отправляет на модерацию не индусам, а в какой-то локальный, местный модераторам, которые могут и с легкостью восстанавливать все эти отзывы. То есть у нас постоянно такое есть, мы написали, мы сказали о том, что это наши клиенты, мы тратим деньги, и после этого на следующий день нам восстанавливают эти все. Прикольная фишка. Да, то есть это то, что мы смогли методом проб и ошибок короче выявить. А что делать, если ты сам налил себе плохих отзывов, либо конкурент тебе крутанул, и вот точка не забанилась, а понизилась в ранжировании и норме? Да, я думаю, просто самый простой способ это, ну, обратиться, как я тебе говорил, в саппорт и удалить эти все отзывы и начать все заново. То есть удалить их возможно, по крайней мере, либо, ну, пожалуй, саппорт, они тебе помогут. Но если нет, то восстановить будет очень сложно. И ранжирование точек. Да, конечно. Мне кажется, что легче просто начать новую точку, открыть, попытаться новую точку и ее пробустить. То есть правильно я понял, что если тебе налили плохих отзывов, либо ты сам косячный заказал, лучше спэн какой-то тоже сделать, написать в поддержках, сказать, меня атакуют конкуренты, накручивают ботами, я могу убрать. Попытаться что-то с ним сделать, но если не получается, то либо ты видишь, что ты можешь ее восстановить, то есть ты пытаешься бустить и смотришь на динамику. Но если ты видишь, что она не выходит, то смысл тратить время, если одна локация может за месяц уже начинать опять генерировать. Сделать новую, да. Резюмирую, что если у вас что-то произошло с отзывами, например, вам ставят ваши клиенты хорошие отзывы, но они удаляются, запускаем в Google Ads на 5-10 долларов, пишем в поддержку, говорим, ребята, у нас что-то случилось, мы привлекаем клиентов через рекламу, они оставляют отзывы, не работают и вам помогут. Если вы сами себе кого-то дерьма налили, либо вам кто-то подлил, мы тоже делаем спенд в Google Ads, то есть запускаем рекламу в Google Ads на карты и после этого пишем саппорт и говорим, что какие-то плохие люди нас атакуют, пожалуйста, помогите, мы перестали показываться на картах, мы платим деньги за рекламу. Вот такие вот лайфхаки отлево, пользуйтесь. Ну и давай перейдем к таким самым чернушным темам. Могут ли конкуренты загасить твою точку, прям убить ее, чтобы ее удалили? Да, я думаю, вопрос только в том, что ты со своей стороны сможешь подать такой же диспут на то, чтобы ее восстановили. Есть шанс, что ты выиграешь. Какой шанс? Вероятность какая? Я бы сказал 50 на 50, вопрос причины. То есть, если причина в заголовке, то скорее всего ты ее восстановишь. Поменяешь заголовок, тебе скажут не спамьте, пожалуйста, сделайте нормально, что вы делаете? Да, да. Если это проблема в фейковых отзывах, блин, тут будет такой хороший флаг красный, что тебя скорее всего снесут, и тебе легче будет заново открывать, потому что мы писали эти жалобные письма постоянно в саппорт, но локации не возвращались. Ну, какой-то шанс есть вернуть, если, например, вот если ты нормальный бизнес, у тебя есть конкуренты, которые тебе нафигачили этих индусских отзывов сначала думают стандартная практика, чтобы удалить точку, потом сказали, они крутят отзывы, удалить их, тебя удаляют, ты можешь саппортом решить, чтобы как бы... Да, есть шанс, просто это неконтролируемая история, то есть, ты не можешь просто прийти, прикрепить какие-то документы, доказательства ибе точно восстановят, то есть, там уже только внутри будет разбираться, но в любом случае надо жаловаться на любые фейковые отзывы, неважно, позитивные либо одозвездочные, да, главное, просто пожаловался, ну, оставил этот след, и потом саппорт написал, и... Что мы жаловались, нам подливать, да, есть надежда, что просто их снесут и оставят его локацию в покое. То есть, если ты начинаешь видеть как будто репутационную атаку на точку, ты сразу пишешь, это не наш клиент, его у нас не было, то есть, сначала начинаешь собирать историю в свою пользу, чтобы конкурент не смог тебя задавить, да, я думаю, что такая вообще вся суета происходит только на рынке Америки, мне кажется, вот в Аргентине либо в России мы такого вообще не встречали. 3 отзыва, у средней точки 3-5 отзывов, и здесь можно сделать точку с любым названием, не знаю, хоть купить биткоин и 20 отзывов с аналития, ты будешь покупать биткоин первый во всем Буэнос-Айрес. По крайней мере, открыть локацию можно будет за одну секунду, и ты этих локаций, блин, они даже просто, если ты можешь ее открыть очень быстро, они ее не открывают. Понятно, что в Америке все не так, и здесь надо постараться, но там, правда, и другие деньги. Поэтому другой интерес и сложности. Соответственно, конкуренция другая. Смотри, а есть прям конкурент, какой-то прям черт, прям, прям черт, который тебя поджимает, ну, как мы сейчас рассказываем, строит много локаций и начинает у тебя отжимать вдоль рынка. Тебе он не нравится. Как убить его точку максимум, чтобы он не восстановил просто? Да, то есть есть легальные способы, как ты можешь аккуратно пожаловаться на его локацию, зацепиться либо за заголовок, либо за отзывы, либо найти несостыковку. Обычно, знаешь, как вот любой там appliance repair, он открывает на свой домашний адрес. И ты видишь, что на этой точке нет ничего. Частный сектор, какой-то коттедж, да? нету ни вывески, ничего, тебе за это тоже заблокируют. Поэтому просто пытаешься заресерчить, подать жалобу. Где он накосячил, где он срезал углы и подать жалобу его? ты можешь массово это сделать и с одного аккаунта, и со второго аккаунта на разные причины и пытаться побороть его. То есть это все возможно, вопрос, ну, вопрос в том, чтобы это делать. То есть если ты серьезно настроен на этот рынок, ты реально изучаешь каждого конкурента, ты смотришь, за что можно зацепиться и пытаться, но пожаловаться. Есть еще ребята, которые открывают локацию на свой домашний адрес и скрывают видимость адреса своего. Такая тоже боль, что, ну, если ты скрыл, то ты теряешь в аранжировании, ты теряешь потенциальных клиентов, ты теряешь, ну, просто свои охваты. если ты уже решил открыть локацию на свой адрес, то ты ни в коем случае ее не скрывай. То есть ты можешь там скрыть номер там апартов, квартиры, не важно ничего, но всегда оставляешь видимый и даже если твой конкурент захочет ее зарепортить, блин, ну, открой ты на друзей потом своих, ну, либо попытайся через поддержку объяснить, что, блин, ну, ну, работая на даму, не уйти компьютера, есть шанс, что, да, Google тебя отправит на дополнительную верификацию, ты это все покажешь, и тогда уже тебя загасить в следующий раз будет практически нереально. То есть чем больше раз ты проходишь такие верификации, проверки и прочее, тем сложнее тебя загасить, получается, да? Абсолютно верно. Вот. Знаешь, какая штука, где-то в 2015-16 году, когда ссылки очень сильно работали в Ямаксе, в Гугле, можно реально было токсичными ссылками завалить конкуренты. Я так делал, наверное, один раз, потому что были одни плохие люди, они меня кинули на деньги, не заплатили мне. Но обычно что делают? Со всяких ресурсов для взрослых, знакомства, различные веселые видео, вот с таких вот сайтов ставят кучу ссылок на сайт плохого человека. Но, естественно, Яндекс и Гугл имеют антиспам алгоритмы, они видят, что кого-то валят и ничего не делают. Знаешь, что мы делали? Мы маскировались под тупого SEO-шника, который неграмотный и ставит какие-то покупные ссылки. И мы потихонечку им наращивали ссылочную массу с прямимым вхождением ключей. Это было реально очень похоже, что они сами закупают, а ссылками владели мы. И в результате два сайта мы им обвалили, они попали под ссылочные санкции. Я думаю, что если ты захочешь завалить конкурента, ты можешь потихонечку подливать сам ему фейковые отзывы и сам с другого аккаунта жаловаться. Мы увидели этот отзыв у него фейковые, вот этот твой отзыв. То есть ты можешь анти-историю создавать. Ну, ты миксуешь отзывы, ты ставишь однозвездочные, пятизвездочные с мексиканских имен. Да, ты можешь это делать. Вопрос, короче, кому-то гадить. Но если какие-то чуваки начинают тебя поджимать, то вот вам стратегия, как от них отбиваться. Да, абсолютно. Это единственный вариант. Ну, еще к интересненькому. Давай поговорим про разные ниши в Google My Business, в Local Search. Какие ниши самые мясные, прям где рубятся, где самая жесткая конкуренция? Я думаю, что вот топ-1 это мувинг. Мувинг, пламбинг, руфинг. Давай на русский. Да, перевозка, сантехника, ремонт крыш. И вот, кстати, с ключами тема, знаешь. Locksmith. Locksmith, да. Короче, постоянно просто мы видим, как новые компании появляются, у них высокие чеки, и, блин, там борьба постоянно и с отзывами, и с открытием новых локаций. И тут же, понимаешь, Locksmith, ты можешь открывать в любом месте, хоть дома у себя делать эти ремонт ключей. Замков, да? Да, и Google вообще без разницы. Что за ниши вообще? У меня захлопнулось дверь, я не могу попасть. А, ты не можешь там в Tesla свой зайти, даже вот эти электроны, по карточкам они все это восстанавливают, помогают, и это реально уникальная ниша на рынке Америки. Ну, то есть, это когда у тебя дом-дверь захлопнулась, машину ты закрыл, с этой подушечкой проезжаете, чик-чик-чик, крючком там открываешь, чтобы не ломать лицо. Все что угодно. Тебя под ключи, вшатую боль, проблему, и она часто возникает, блин, людей очень много, реально крутых мастеров мало, но из-за того, что есть ряд людей, которые пытаются быть монополистами, они просто массово открывают локации и постоянно борются за каждый линд. Это ваши клиенты, у вас есть такие, да? Да, есть такие клиенты, с которыми мы либо кого-то блокируем, реально находим всякие удивленные места, либо помогаем уже в самом развитии. Откроют локации, консультируем их, помогаем и так далее. Прикольно. То есть, локсмит, мясная ниша, пламбинг, я начал изучать нишу, потому что сейчас, ну, ты знаешь, я в локал-бизнесе одном работаю в Америке, да, мы там новый департамент запускаем. Хотели пламбинг, тоже рассматривали, пока еще не запускаем. И я узнал, что сантехнику, сантехнику в Америке, ну, представил нашего Ивановича, Жека, что там у тебя, труба ломал, давай сейчас стояк закрою, такой сигу закурил, гальщаки, вырежу автогеном, типа нормально, двушка там, 2000 рублей, а у них пять лет ты получаешь, по-моему, лицензию, сантехника, а потом, как бы, ты только можешь там чинить какие-то водяные там конструкции, трубы обычные, там, канализацию, то есть толчок ты можешь чинить, только если пять лет отучился на пламбинге, поэтому ниша очень местная, они профессиональные. Ну, чеки очень высокие, то есть ты понимаешь, что это не 2000 рублей, это 2000 долларов, и ты, да, и вот возврат этого клиента, когда у него опять что-то случится, он постоянно будет тебя уже советовать, поэтому ты борешься реально за каждого клиента и пытаешься быть номер один среди других. Смотрел тоже на ютубе видос про пламбинг, просто про нишу, про легенд ниши, тоже поговорим, что в среднем ретеншн три раза заказывают пламбинг, то есть чувак пришел, починил там капающий сифон, да, под ванной, нормально сделал ему, он оставил ему визитку, либо в номер он записал, и он звонит еще там где-то там через полгода прорвало трубу, если тот пришел, починил опять, то он еще раз заказывает, то есть там ретеншн есть ниша не то, что тебе там, не знаю, там цветок посадили, ты забил, не знаешь, кто это, неважная работа, то есть они доверяют компании, то они могут заказывать потом, как постоянники, да? даже цветочным, слушай, по два-три раза за год у нас возвращается один и тот же клиент, сначала там Mother's Day, День матери, потом День рождения, потом еще там какой-то праздник. Ты еще маркетинг делаешь, ретеншн, чтобы он был всегда с тобой на связи и прогреваешь его каким-то полезным контентом через email, sms-маркетинг, либо платным каналом. Ну, то есть понятно, что все местные ниши, они, скорее всего, имеют какой-то ретеншн, то есть возврат покупателя, потому что за первичную сделку люди очень сильно борются. Окей, мы поговорили пламбинг, я знаю, что appliance repair, это ремонт холодильников, там стиралок, тоже очень местная ниша, туда новичкам не стоит заходить. Ну, да, я бы просто не советовал, есть более простые ниши. moving это переезды, потому что я говорил в начале выпуска, что американцы там 15 раз за жизнь переезжают или 14 в среднем. Да, просто легко, не так легко зайти, потому что, ну, тебе надо купить трак, взять его в аренду, лизинг, неважно, да, и содержать целую команду, но очень конкурентное направление, очень вкусное направление, потому что есть локальный moving, есть на long distance, да, moving, поэтому это очень интересное направление. Тему слышал еще, у меня знакомый занимается, приятель, негабаритный перевозок, например, столы для бильярда либо рояля. и ты только на этом специализируешься. Да, и ты только можешь в таком-то определенном траке это перевозить, потому что газелька, не знаю, там же плиты вот такие, вот в этом бетонные, не бетонные, гранитные плиты в этом бильярдном столе, и там нужно специальное оборудование, чтобы его поднять, не разломать сукно там, не порвать, и специальный трак, и как бы это прикольная ниша. Да, и к нам такие же клиенты приходят, мы просто им прописываем стратегию, понимаем, как мы будем это продвигаться, анализируем конкурентов, и просто начинаем массированно размещаться на всех локациях. То есть, неважно, клиент понимает, что платный трафик это дорого, учитывая, что запросов очень мало, поэтому мы делаем через органику, через локации, и это реально работает. Я слышал, что Google Ads может быть в какой-то локации, если ты льешь очень дорого, если ты по всем штатам льешь, там будет очень дешевый клик, дешевый лид, но ты там не работаешь, ты не поедешь на траки через всю страну. Да, да, да. А давай так, а какие ниши такие, более-менее легкие для захода, которые ты мог бы порекомендовать для новичков, которые, например, там, с твоей подачи, с этого выпуска начнут делать свои точки на картах и делать какой-то лид-ген. Давай разделим это так. Первое, это лид-ген, когда, допустим, я делаю точку на карте, собираю звонки, заявки, может, на сайт ко мне переходят и перепродаю эти лиды. И второе, если ты сам переехал в Америку, в каком бизнесе с помощью Google карт ты можешь себе быстренько построить поток клиентов. Давай с лид-гена начнем, где можно сделать точки, там, сайты, ну, сайты это уже село, мы скоро об этом тоже расскажем в одном из следующих выпусков. Вот. И быстренько продавать лиды, где это востребовано. Да. Смотри, ты просто, опять-таки, выбираешь самое популярное направление и проводишь, ну, минимальный какой-то аудит этой аэрии. То есть, ты выбираешь самого топового аэрии, выбираешь, где конкуренция, выбираешь какую-нибудь среднюю конкуренцию, где высокий спрос. И если ты понимаешь, что ты на этой точке можешь открыть локацию, то ты просто начинаешь выбирать и развивать. То есть, тот же, берешь, я не знаю, мувинг, тебе с руками, ногами выкупят любые лиды на мувинг. То есть, важно, чтобы тема была востребована, что тебя оторвали с руками лиды. то есть, там, где есть высокий чек, там, где постоянно есть спрос, особенно, если ты заходишь на любую нишу, увидишь, что по этой нише очень много локаций, много конкурентов, там, все рекламы выкуплены, блин, слушай, научись добывать эти лиды, и ты сможешь их точно продать. И за высокий чек, скорее всего, да? Да, то есть, я думаю, проблем с продажей точно не возникнет. Вот, проблема, это получить этот лид, потому что и сами компании, они тоже, ну, как бы пытаются развиваться, двигаться, и у них огромные бюджеты. Мне кажется, мы с тобой в рамках этого выпуска полностью разобрали схему, как точку зарегать, да, там есть нюансы, мы тоже про это говорили, как продвигать, какие факторы ранжирования есть, где взять отзывы, там будет в описании, там, ты подрядчик обещал дать. Ну, получается, что все, ты заходишь в нишу, где сидят честные американцы с полностью white hat, просят эти, клянчат отзывы, а ты сделал локацию, там, не имея компании, зафигачил таких ангажированных отзывов и просто скачаешь. Блиц-прицепт есть у нас. Да, то есть, ты подключаешь там какую-нибудь IP-телефонию, садишь индуса, либо находишь в странах СНГ, человек, у которого флюент английский, и он начинает вести коммуникацию, передавать в итоге, ну, первичную, возможно, проработку этих лидов. Что вам надо, какой бы арии. Да, 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 и дальше ты уже размещаешь на маркете, либо сам создаешь, либо просто сливаешь подрядчику, либо кому-то человеку за процент, который сам уже распределит эти лиды, и просто занимаешься этой продажей. То есть, это реально крутая ниша, если ты хочешь быстро зайти и потом стабильно иметь какой-то заработок, главное, это научиться открывать эти локации. Ну да. Поэтому, друзья, если вы умеете открывать локацию на Google My Business, напишите мне, и мы вместе с вами станем миллионерами, потому что, блин, поверь, открыть локацию на Google My Business все сложнее и сложнее, поэтому нужно заходить уже сейчас, это просто максимально горячая тема, и пытаться на ней как-то зарабатывать. Пишите мне тоже, мне тоже нужны точки на Google картах, потому что я не могу делать столько, сколько мне надо. Будет мой телеграм-канал в описании, где можно задать мне любой вопрос и связаться со мной в личке. Также вы сможете написать лево, какие мы контакты твои оставим. Да, я думаю, телеграм, инстаграм, пишите в личный, и я всегда буду рад ответить, помочь. Если кому-то нужно где-то запустить бизнес, либо просто понять, это актуальная ниша или нет, я всегда welcome, всегда готов помочь, ответить твоим ребятам. Да, но ты же будешь к нам в комментарии недельку приходить отвечать? Да, обещаю. Короче, Лево будет приходить в комментарии к этому видео, отвечать на ваши вопросы, и плюс вы сможете написать ему в личку. Но пишите в комментарии, всем же будет интересно получить ответы на крутые вопросы от эксперта. Давай другую тему немножко, кроме легенды, разберем. Например, я сам приехал в Америку, и бизнесов можно открыть много разных. Какой я могу открыть бизнес, в который не нужно будет вкладывать там кучу денег, типа кучу машин покупать, да, и который я смогу подпитывать лидами с Google Card. Может, что-нибудь ты порекомендовал ребятам? Слушай, я думаю, когда ты только приехал в Америку, у тебя будет море расходов, получения документов, легализация, поэтому, да, у тебя небольшой бюджет. Блин, заходи в Handyman, заходи в такие ниши, где, с одной стороны, высокая конкуренция, но простой маркетинг, много спроса, и Handyman это ремонт... Муж на час, да? Да, муж на час. Короче, полку прибить, собрать, стол такой, лампочки сменить. Слушай, даже картину повесит, тебе закажут, не знаю, за 150-200 баксов, чтобы ты пришел к ним и картину собрал. А лидгенчики продадут тебе этот лид за 80 баксов, да? И там на бензин потратишь больше. Да, то есть, либо ты создаешь свою локацию, сам получаешь эти лиды, либо через какие-то платформы, либо, да, ты обращаешься к ребятам, которые уже генерят эти лиды, и ты выкупаешь у них, и... Ну, треть стоимости точно отдаешь треть своей прибыли, да? Да. Ну, то есть, тут тебе уже решать, но если ты развиваешься на масштаб, то начинаешь с хендимена, дальше уже перерастаешь во что-то большее. HBAC, типа кондиционеры отопления, да? Да, 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 но это вообще супер история. Тут вопрос образования, вопрос, как быстро ты сможешь подстроиться под американский рынок, но в любом случае тебе надо просто выбрать то, где ты реально спец. Что ты умеешь? заходишь на рынок и начинаешь просто двигать, предлагать свой оффер. То есть, более платежеспособные аудитории, как и в Америке, я еще нигде не встречал, Дубай только. В Дубай, кстати, я смотрел по поводу локации, вообще запуска локал-бизнеса, там так не получится, потому что там территория небольшая и там везде есть жесткая конкуренция. То есть, в Америке, ты можешь... Лицензии очень строгие. Да, да, во-первых, дорогие, не всегда строгие, но дорогие, то есть, ты платишь за открытие любого бизнеса, там, как такой, налогов нет, но ты за открытие, за лицензию заплатишь прилично, там, 5-7-10 тысяч долларов, и там Дубай, он небольшой, и ты везде рубишься с другими чуваками, если в Америке, ты можешь взять какой-нибудь штат, где не такая конкуренция, и просто там за 10 отзывов и за одну точку получать там, не знаю, три льда, три продажи в неделю. В Дубай так не получится, там прям это все зарублено очень жестко. Ну, на каждый квадратный метр. там есть 5 ресторанов, 5 баров, 10 маникюрных, 50, блин, спа-салонов. А, кстати, ты еще мне говорил, что бьюти-сфера очень прикольно качает тоже. Да, то есть, наши специалисты, они очень ценятся, и если у каких-то ребят есть деньги, которые готовы открыть, либо купить франшизу, то тоже офигенная история. Вопрос, как найти и получить образование, особенно, если ты уходишь в медикал-спа, в котором очень высокий человек. Медикал-спа это что? Медикал-спа, это когда женщины ходят и прокалывают себе там, типа ботокс, мезотерапия, всякая вот эта вот, это инъекционное имя вот эта бьюти-медицина. первомоментный макияж тоже в эту же сферу мы все отнесем. Просто за все это нужно получать либо лицензии, ну, то есть, старт, он не совсем быстрый. Значит, в этот бизнес можно легко продавать лиды, если ты умеешь в гугл-карты, да, скажем так. просто заходишь, находишь конкурента, пишешь ему в чате, что ты готов предоставлять ему этих конкурентов. Записи на прием. Да, вопрос, как ты их будешь контролировать, ты пофигу, ты лид передал, Согласен. Продал его, администратор продал этой девочке ботокс, либо не продал, там другая история. Тут вопрос немножко в другом, что если у тебя есть где-нибудь там в Майами, этот реальный спа-салон, ты точку открыл там через там три квартала, как ты туда будешь физически пригонять людей, например, по телефону, там мы переехали, у нас новый салон, мы принимаем там, например. Ну так и есть, только так, то есть есть у нас medical spa, которые работают в одной точке, мы им открываем рядом и потом просто перегонкой делаем, то есть они... По телефону просто. Да, 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 то есть есть всякие сервисы, типа Агара там и так далее, сервисы букинга, как у нас, ее клиент, и ты просто потом перегоняешь, и уведомление уже приходит с адресом на реальную точку, где находится этот бизнес. А, вот это прикольно. Кстати, смотрите, как прикольно можно передавать лиды. Это когда ты, да, в iCliens ты даешь ссылку, как в барбершоп там записываться, да, но ты выбираешь день, время, а клиенту в результате приходит, да, вы записаны к этому мастеру, но будет там большими буквами адрес вот такой-то. Но тогда важно открывать локации прям близко, там 2-3 блока, 4 блока, да, от основной локации, чтобы человек не думал, блин, я же в этой части города хотел, а меня гонят туда. Ну да, это исключительное скорее направление, где клиенту реально надо прийти в физический адрес, потому что в обычных случаях техник, мастер, да, на выезд. Ну, а сколько там, не знаю, в ботоксе может лиц стоить? Да, я не знаю, может 50-60 долларов точно можно продать. Спокойно, да? Ну, то есть выкупят с руками-ногами, вопрос только в том, что... Чуть сложнее схемы, нужно оператор с рукой, да? Да, 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 продать сложнее. Продать сложнее, но с другой стороны, наверное, этого очень много. Да, то есть... Спрос огромный. Да, ты начинаешь, потом находишь... Я думаю, что просто ты находишь этих мастеров, кому ты уже готов продавать. Дальше ты автоматизируешь этот процесс. Вот и все. Ну, я считаю, что мы разобрали практически все современные фишки про Google-карты. Скажи, могут ли наши замечательные зрители обратиться к тебе за помощью в продвижении Google-точек? Если вы уже открыли эту Google-точку, то пишите мне в телегу, и я каждому отвечу. И мы сделаем бесплатный аудит для твоих ребят. То есть подскажем, какие возможны точки роста и какой потенциал с каждой точки они смогут получить. Окей, огонь. Тогда давай какой-нибудь промик придумаем, не знаю, Шостаков. Поэтому, ребята, пишите лево в телегу, которая будет в описании. Говорите, что вы с этого видео. Пишите ему промик Шостаков, тогда вам бесплатно сделают аудит вашей Google-точки и подскажут, как ее дальше бустить и зарабатывать лиды. Вот такой у нас получился выпуск про Google-карты, но подожди, не перематывай. Обязательно посмотри следующее видео, в котором мы рассказывали, как попасть в топ-3 Яндекса и Гугла с помощью сети своих сайтов. Это имбо-техника, которая работает в любой нише и дает просто неконкурентные преимущества. Поэтому сейчас здесь появится подсказочка, переходи и смотри следующее видео. И пока!